Приветищей! Сегодня мы поиграем с тобой в новенькую игруху, которая называется Little Big Workshop. Маленькая большая мастерская. И как ты видишь, в моем гараже есть рабочий стол, на котором маленькие хоббитсы мастерят мне любую продукцию, какую я захочу. Ладно, хорош болтать. Давай начнем новую игруху. Итак, нам нужно назвать наш завод. Назовем мы его по-мудрому. Хоббитсы. Вот так вот. Но первую буковку Х мы изменим по-крутому. Вот на такую. Хоббитсы. И, в принципе, можно начинать. Стартуем! Мираж Гейм Студия представляет. Добро пожаловать в мой гаражик. Здесь я рисую мастерю для моих хоббитсов. Ну что, пришло время немножечко побудоражить здесь, чтобы мои хоббитсы... Да что такое? Кто там звонить, давай ответим. Кому я там понадобился? Оу, привет! Мы только что открыли новый магазин рядом с вашим заводом. Вы ведь тут тоже недавно? Может, будем сотрудничать? Закажите себе верстак и потренируйтесь. Я скоро позвоню еще раз. А, новый клиент! Это прикольно, конечно. У меня еще ни одного клиента нет. Но отказать я ему не могу. Здесь только кнопка согласится. Ладно, походу выбора у меня нет. Соглашаемся. Так, давай познакомимся теперь с нашими хоббитсами. Здесь у нас маленький парниша. Блондинчик. Совсем молоденький. С розовыми щечками красавчик. Короче, он будет нам помогать. А еще есть... Это кто? Это девочка? Это девочка или пацан? Сложно сказать. Слушай, с хоббитсами всегда такая проблемка. Сложно определить, какого они пол. Ну, скорее всего, это девочка. Похоже, по крайней мере. Ладно, у нас есть мальчик и девочка. Будут нам помогать мастерить. Что ж, пора заказать верстак. Заходим в магаз и покупаем вот этот вот верстачок. Место для работы с деревом. Берем и сейчас нужно определиться, куда мы его воткнем. Воткнем, наверное, мы его в дальний угол. Вот сюда. И, как мы видим, этот верстак у нас уменьшает настроение, потому что он слишком шумный. Да, кто любит работать в шуме? Так. Теперь нам нужно его заказать из магазина. О, это чья тут? Жупенцы нарисованы? Ах вы хоббицы. Накосячили меня тут на рабочем столе. Ладно, фиг с ним. Заказываем. Заказываем наш верстачок. На доставку и установку заказанных и рабочих мест потребуется какое-то время. Так что ожидаем машиночку. Вот она, тачечка. Тачечка приехала, привезла нам верстачок. Сейчас будет разгрузка. О, модный какой погрузчик приехал. А куда он поперся? Ты выгружать-то будешь? Нет? Коробка вон у тебя. Капец. Что он творит? А тебе обязательно нужно было вокруг машины побегать, прежде чем ты будешь выгружаться? Ленивый хоббиц. Так, тащит коробочку. Коробочку. Прямо к нашему месту планирования верстака. Может он нам сразу и установ... Нет, устанавливать он не будет. Ленивый хоббиц. Походу буду просить своих ребят. Ребят, кто хочет поработать? Девочки и мальчики. О, они поздоровались друг с другом. Походу верстак нам будет мастерить девчонка. Надеюсь, руки у нее не крюки. И она красиво нам сделает верстачок. Давай. По красоте замастери нам верстачок. Смотри, как она в замедленном темпе подошла к нему. Так, отлично, верстак готов. О, звонок. Звонок. Надо взять телефон. Точнее, поднять его. Неплохой у вас верстак. У меня заканчиваются запасы садовых гномов. Сможете изготовить парочку? Нет, не смогу. Но я же не могу тебе отказать. Ты какой-то неотказной чувак. Ладно, соглашусь. В общем, у нас новый план производства. Первое, как сказать, первый заказ. Нужно произвести резной, резной, деревянный гном. Не резиновый, именно резной деревянный гном. Хорошо. Давай спланируем его. Так, значит. Узрите мощь режима планирования. Хорошо, я понял. Что тут у нас? Такие квадратные узлы. Это продукция или детали. Ага, понятно. Круглые узлы. Это операции. Действия, которые вы поручаете рабочим на различных рабочих местах. О, прикольно. А это, ну, понятно, что конечный продукт. Ага. Узлы операции нуждаются в рабочих местах для исполнения. Хорошо. Давай реализуем это. Значит, мы наш план прикрепляем. Прикрепляем, да. Прикрепляем к нашему верстаку. Вот так. Все. То есть, вот этот план будет реализовываться на нашем верстаке. Работайте, ребят. Работайте. Кто пойдет мастерить? А, кстати, из чего? У нас же нет материала. Точно материала-то нет. А может, нам его привезут? Машину вижу, уже приехал. Нифига себе, тут как все реализовано-то? Логистика. Грузовик прибыл в погрузочную зону, но у нас нет места, куда выгрузить кусок дерева. Блин. Надо зону этого склада реализовать. Давай у нас склад будет вот здесь. Вот такой вот складик. Пошире, пожалуйста. Вот. Вот так вот. Мне кажется, нормуль будет. Все. Склад у нас готов. Деревяшечку вытаскивают из машины. И сейчас закинут на верстак для изготовления резных деревянных гномов. Обалдеть. Никогда не думал, что я буду заниматься производством гномов. Хоббицы, которые делают гномов. Так. Девчонка, там огнет, смотри. И пилкой работает, и молотком стукает. Зашибись. Так. А этот что ходит? А ты-то что тут гнешься? Трешься? А, а, он привез нам три деревяшки. И пока мы все не выгрузим, он отсюда не упилит, да? Ну ладно, чё. Давай ускорим процесс изготовления нашего резного гнома. Чпинг. А, о-о-о, смотри, уже готов. Резной гном готов. Зашибись. Ребятки, давайте работайте. Пацан отдыхает вообще, девчонки пашут. Ну, в принципе, логично. Сейчас девчоночка поработает, потом парнишечка. Потому что пацан у нас блондинистый. Видимо, он еще пока не сообразил, как гномов делать. А девчонка, тем временем, уже хватает третью деревяшку. И вот у нас готовы гномы. Резные. Теперь нам... Ты что там, газеты читаешь? Эй, Павлик. Короче, вот этот блондин будет у нас Павлик. Пообщались друг с другом, красавцы. Дружные ребята у меня. Ну и все, пришло время отгружать наших резных гномов. Какие-то они стрёмненькие, тебе не кажется? У них улыбка какая-то прям... Жалко, приблизить не могу. В общем, ладно. Доставить. Доставить наших гномов. Где тачка? Тачка должна приехать. О, смотри, тачка уже другая приехала. Так, так, так. Там уже сразу чеш стоял, смотри. Бизнесмен какой. А, подожди, это мы, наверное, с ним созванивались. Похожий перец. Так, ребятишки, давайте, тащите. Павлик, почему ты всё время в телефоне, в газете где-то висишь? А девчуля работает. Так. И даже сам бизнесмен пришёл за своими резными гномами. Неплохо, неплохо. Угу. Всё погрузили. А денежки мне дадут? Так. Мне только что доставили груз. Резной деревянный гном. Всё просто замечательно. Покупатели не могут дождаться окончания разгрузки. Надеюсь, мы будем и дальше работать вместе. Получена оплата. 3150 монет. Получен опыт. Но это нам уже не важно. Так, давай посмотрим наши экономические показатели. О, принципе. В принципе, тут ничего такого. Тут просто показали, что денежки нам пришли. Это хорошо. И опять телефон звонит. Вот это можно закрыть как-то? Капец, как неудобно, что телефон такой большой. Привет снова. Новые гномы всем очень понравились. Я хочу продать ещё партию. Сможете изготовить стеллажи, на которых я буду их хранить? Ай, господи, какой ты надоедливый. Конечно смогу. У меня же гномы вообще мастер на все руки. Открываем план. Так, значит. Ну, красный фон, это значит, мы не можем замутить такое. А вот это мы сможем замутить. Давай такое сделаем. Теперь нам нужно выбрать материал. Материал у нас будет обычная доска, дешёвенькая пока, ясень. А, и здесь тоже материал нужно выбрать. Тоже ясень. Теперь у нас прямое выпиливание. Мы назначаем на верстак. Вроде бы всё. Всё реализовано. Осталось только купить рабочее место. О, господи. Нам нужна пилорама. Хорошо, сейчас мы её купим. Место для сборки. Поставим мы её вот здесь. Опа. И у нас настроение минус 10, капец. Пилорама тоже шумненькая оказалась. Так. В принципе, можно заказывать пилораму. Ну что, ну что, ну что? Перейдите в режим планирования. Зачем? Зачем перейти? А, нужно подключить рабочее место. Но мы его сможем подключить, когда он у нас будет готово. Или я уже сейчас могу подключить? Ну-ка. А, ты глянь. Тут есть либо прямое выпиливание, либо фигурное выпиливание. И только потом это всё идёт на сборку. А тут чё у нас? Прямое выпиливание. Так. Нам машина привезла там этот... Пилораму. Кажется, привезла. Куда этот чиш опять попёрся? Тащи нам эту пилораму. Капец. О, у нас мусорный бак есть. Чё в мусорном баке? Мусорный ящик. Избавьтесь от всех этих ненужных деталей. Хорошо. Так, пилораму нам при с собой привезли. Точнее, это не пилорама, это сборка. Блин, почему я её с пилорамой перепутал? Это сборочный стол. Нам его привезли, сейчас его нужно собрать. Ребятишки, где вы там, хоббитсмы? О, блондинчик бежит с матрик собирать. Павлик, неужели ты чё-то сделал? Аллилуйя. Так, значит. Теперь переходим к плану. И назначаем. Вот это вот. Это сюда. Процессы все ушли на верстак. И кто же будет выпиливать и собирать? Павлик, чё ты тут трёшься? Он за чашечкой кофе пошёл. И чё-то нам привезли. Погоди, Павлик сдох. Батарейка у него села. Один из рабочих упал в обморок от усталости. Капец. Так, а чё за кофе тут? Рабочий ослаблел от истощения. Это можно предотвратить, если вы удостоверитесь, что в комнатах отдыха всегда достаточно точек отдыха. Так, значит. Мне нужно сделать точку отдыха. Как же тебя-то назвать, девчуля? Ты такая мощная. Даже не сдохла. Павлик ничего не делал, а сдохла батарейку, у него сил. Ай, ладно. Точку отдыха сейчас замутим. Точка отдыха. Кофе-машинка. Мы её, наверное, воткнём в эту комнату. Здесь у нас будет зона отдыха. Кофе-машиночка наша будет стоять вот здесь. Опачки. Сейчас нам её привезут по-быстренькому. Павлик, вот же угоразил тебя упать между стенками. Наша девчуля уже там кое-что намастерила. Так-так-так, грузовик прибыл. Кофе-машина уже готова почти. Останется её только собрать. Павлик, хватит жопу мять. Иди кофе-машину собери хотя бы. Да, походу девчуля всё будет делать. Да уж. Что за мужики пошли. Отлично, кофе-машина у нас готова. Надо, чтобы Павлик очукался и пошёл кофе попил. А, смотри, чё написано. Поместите больше предметов в комнату отдыха, чтобы увеличить скорость восстановления точки отдыха. Хорошо. Торгомат. Надо обязательно кофе-машине поставить, потому что кофе пить без ничего это скучно. А тем временем у нас потихонечку полочки готовятся. Девчуля у нас могёт. Ускорим время. Блин, ну девчуля у нас, конечно, вообще могёт. Работает просто без отдыха. Прям суперменка какая-то. Торговый автомат у нас построился. Чё мы можем ещё построить? Павлик, ты там скоро жопу поднимешь? Нет, ещё чуть-чуть ему осталось отдохнуть. Конечно же, нужен столик отдыха сделать. Мы его поставим вот здесь. Отлично. И, в принципе, я думаю, что этого пока будет достаточно. Вот и столик прибыл. Павлик сейчас поднимется. Смотри, батарейка зарядилась. Павлик, вставай. Красавец. А теперь иди поработай, а. Дай девчонке отдохнуть. Девчонка там уже, смотри, сколько уголков напилила для стеллажей. Вон их. Раз, два, три. Три. Его четвёртый тарабанит. Блин, как же заставить его работать, а? Почему он у меня то не ядец такой? Вечно в газете, то в телефоне зависает. О, неужели пошёл работать? Вот и утро настало. Ребята, чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. Отлично. Всё, мы сделали все эти пять стеллажей. Надо их доставить теперь. У нас ещё даже дерево осталось. Офигенно. Так. Вот и прибыл наш бизнесмен. Сейчас он заберёт свои стеллажи. Чё-то он... Павлик, ты чё выкинул? Ты чё выкинул, э? По-моему, он лишнюю... А, они лишнюю древесину выкидывают. Фига себе, там ящик. Ты видел зубы какие? Обалдеть. Блин, а зачем они выкинули? Можно же было на что-нибудь потратить. Неразумно, неразумно они поступили. Ну ладно. Ну вот. Погрузили все стеллажи. Павлик, выходи, а то закроют тачки. Вывезут тебя с собой. Хотя можно было, чтобы его везли. Всё равно не помогает ни черта. Так. Нашему бизнесмену только что поступили наши эти... Доски, стеллажи. И он заплатил нам две пятьсот монет. Не густо. За гномов больше получили. Алло. Гномы и стеллажи. Пока хватит. Вернусь к вам, если понадобится ещё. А вам стоит изучить рынок. Там полно заказчиков, которым нужны самые разные товары. До встречи. Ну что поделать? Я с ним только соглашаться могу. Согласен. Что поделать? Найдите работу при помощи рынка. Чё там у нас? О. Выберите контракт или предложение слева, чтобы получить больше информации. Ну, можем горшочки сделать. Другой ничего пока не доступно. Детские горшки. Комплект песочницы. Маленький набор с лопаткой и ведёрком. Пригодится, чтобы привить маленьким детям инженерные навыки. А тут чё? Эти этикетки дают общее представление о производстве товара. Ага, чё-то тут есть. Пластик. Пластик нам нужен. Мы не умеем пластик производить. Это текущая цена и спрос на товар. То есть сейчас повышенный ценник на товар. Можно мастерить. И нужно как можно быстрее это делать, чтобы урвать куш. Это показатели, которые нужно выполнять. Это я знаю. В целом этот товар не очень подходит для вашего завода. Спрос низкий, цена средняя. Как цена средняя? Тут нормальная цена. Производство требует специального оборудования для пластика, которого у вас пока нет. Облом с горшочками и лопатками. Так, вот это что такое? Собачья будка. Фига себе у неё цена взлетела. И спрос в принципе велик. Цена у этого товара достойная. Он прост в изготовлении и пользуется спросом. Гораздо выгоднее предыдущего. Согласен. Согласен. Давай посмотрим план производства. Что тут у нас? Украшения на крышу. Корону выберем. Изготавливать будем из ясеня. Конечно же нам нужно вырезать всё это дело. Вырезать мы будем. Это где у нас там? На верстаке. Ну а дальше всё это собираем. На нашем сборочном столе. А ещё нам нужно... Ещё одну доску вырезать. Хорошо тоже на верстаке. О, вон чё. Установите цель 7 единиц продукции. Ща установим. 7. Работайте. Всё, готово. Чтобы осмотреть рабочее место, нажмите на него правой кнопкой мыши. Так. Это задание будет выполнено не скоро. Ну хорошо. Чё-то там привезли. Привезли, наверное, древесину, да? Точно, древесину привезли. Закажите ещё одно место для сборки. Зачем? Зачем ещё одно место для сборки? Ну ладно. Ладно, давай закажем. Чё, мне не жалко. Оно будет, оно будет, оно будет вот здесь. Окай. Заказать. Блин, у меня уже 13 225 монет. Вот это расходы у меня. Теперь у нас сборка будет производиться вот на этом сборочном столе и на этом. Но также мне нужно ещё нанять рабочих. Давай поищем. Наймите одного оператора. Ща наймём. 150 монет в день я им плачу. Ну как бы понятно. Значит, Павлик у меня тоже получает определённую сумму, да? Вместе. А, так вот их имена, господи. Какой это Павлик? Это Алексей Носков. Лёша. Алёша, ё-моё. Ленивый Алёша у нас. И Елена Маркова. Вот как её зовут. Леночка. Леночка и Алексей. Красавцы. Ладно, нанимаем ещё одного. И мы наняли Кирилл Волков. Стиляга. Почему у него наполовину башка обрита? Капец. Но он грамотно так шлёпнулся в мою мастерскую. Он собирает нам сборочный стол. Да шипись. Мои ребята уже познакомились друг с другом. Девчонка у нас пилит, парни собирает. Ещё один пацан, который читает газеты. Да что такое? Ну блин. Пацаны, вы чё? Вы чё? Это вам девчонка фору даёт. Давайте помогайте им. Алёша у нас убежал за чепитим. Блин, ну почему Алёша? Ему Павлик больше подходит. Я могу их переименовать, кстати? Можно я переименую? Алёша. Нет, переименовать нельзя. А, вот, кстати, Алёша пошёл работать. Алёша, Алёша, давай попили. А девчонка пусть кофеё погоняет вместе с Кириллом. У них там дружба завязывается. Алёша, походу, увидел конкурентов Кирилля и начал он тоже работать. А вот и Кирилл потянулся, смотри-ка. Хо-хо-хо. Он уже и будку собрал. Фигаси, мастер, на все руки, а? Быстренько. Алёша, всё. Батарейка села. Пошёл кофё гонять. Так, звонок. Кто там? Сколько времени, кстати? Два часа ночи. Кто звонит? У нас гоносдроба! Гномы, которых вы поставили, уже распроданы. Мне нужны ещё. Прямо сейчас заплачу любую цену. Не вопрос. Изготовим. Правда, мне надо, походу, побольше работников нанять. Чтобы гномы у нас производились быстрее, чем будка, нужно повысить приоритет этого проекта. Сейчас реализуем это всё. Вот так вот. Всё, приоритет на гномов. Кирюха у нас сдох почти. Батарейка у него села. Нам ещё привезли брёвна. Так, Кирюха, иди кофё погоняй, а? А у нас пока Алёша тут займётся будками. Ребята, ребята, давайте быстрее, 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 быстрее. Еленочка у нас начала заниматься деревянными гномами. Это круто. Всё. Ленка сдохла. Кофё гоняет. А на её смену вышел Кирюха. Это шикарно. Кирюха сейчас разрулит тут всё. Ещё три гнома осталось доделать. Ребят, вы там хорош чай гонять. У вас уже батарейка восстановилась. Идите, работайте. А вот и Кирюх прибежал. Так, ну чуть-чуть осталось. Ещё два гнома. Блин, у нас уже два дня осталось срока на изготовление гномов. И мы их изготовили. Всё, доставляем. Быстренько доставляем. Оп-оп-оп-оп-оп. Всё, гномов забрали. Зашибись. Ребятки, давайте быстрее, быстрее, быстрее. И мы получили за гномов. Подожди, а чё так мало-то? Две сто мы получили за гномов. Вообще продешевели. Хотя он говорил, за любую цену. Чё там мы продешевели? О, нифига себе, у нас чё там верстак электризуется-то? Чё там происходит? У нас инструменты поломались? Капец, у меня верстак сдох. Ой, чё-то у нас там полетело. Так, здесь можно посмотреть отношения с заказчиком. Давай посмотрим. Знакомый. У нас отношения знакомые. Так, вернёмся к нашему верстаку. Мне нужно его подчинить. Как это сделать? Вот сюда, наверное, нажать, да? Всё, идёт ремонт. Отлично. Рыночный проект завершён. Чтобы продать продукцию, откройте рыночный предложение. О, будки закончены. Открыть рынок. И давай его продавать. Доставить. Алёша, давай чини верстак. Нам работать не на чем. Красавчик. Чинит молотком. О, шустрый починял, слушай. Машина приехала. Будки грузить будем. Так, ребята. Кроме Алёши, который чинит верстак, идите грузить будки. Пошустрей, пожалуйста. Пошустрей, пожалуйста. Оп. Тут корона валяется от будки. Чё-то отвалилось. Правильно, всё в мусорку. Эх. Ну чё, всё? Всё на рынок ушло? Здесь можно посмотреть карьерные цели и прогресс по их достижению. Пройдите обучение. Сертификат крутости. Хэ. Хэ. Это что такое хэ? Заглавная буква моего названия завода? Ну что? Я так полагаю, обучение всё? Если тебе понравилась эта игруха, то с тебя лайкос, а также комментос и подписочка, если ты ещё не подписан. Увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok